С 12 по 16 сентября в Есентуках проходили всероссийские соревнования оперативного персонала блочных теплоэлектростанций. Красноярские энергетики вернулись с этих состязаний с золотом. И сегодня у нас в гостях команда в полном составе. Константин Осокин, Александр Макаров, Андрей Навальский, Евгений Крупа, Алексей Золотов и три участника команды Александр Солопов, Павел Мешков и Виталий Рыбаков стали лучшими по профессии. Доброе утро вам всем. Доброе утро, здравствуйте. Вас так много и вы так одинаково выглядите. И так красиво. Вопрос Виталию Рыбакову. Вам 25 лет, вы уже получили звание лучшей по профессии. Как планируете расти, развиваться дальше? Какие рубежи перед собой ставите? Развиваться планирую в любом случае. Есть цели, которые еще не достигнуты. Надеюсь, что все получится с помощью своих руководителей. Я думаю, они помогут, подскажут, наставят на верный путь. Я имею в виду руководители структурного подразделения. Думаю, что все дальше будет. Еще только лучше и лучше. Еще только лучше и лучше. Мы начинали. Команда СГК выступала всего второй раз на всероссийских соревнованиях. У нас собрались, сделали сборную. Мы поехали. И как-то с лета сразу получилось, что выиграли, не осознавая этого. Ну а тут уже одна станция была. На основе команды, команда создана на основе станции ТЭЦ-3. Мы поехали и уже давалось все намного сложнее. Ну, как говорится, забывать легче, чем удержать. Ну и получилось удержать. Ну а на будущее планы какие? Будете еще участвовать в соревнованиях? Ну, пока не готов, но это сказать, такое моральное пустошение. Пока еще нужно пережить эту победу. Да, потому что тяжело очень сильно удалось, именно физически и морально. А каким образом проходит подготовка к подобного рода соревнованиям? И что вообще включает в себя программа подобных соревнований? Меня спрашивают. Да, отвечайте, кто хотите. У нас пульс руководитель команды ответит. Ну, на самом деле объем подготовки очень большой. Все соревнования, соревнования включают в себя 7 этапов. То есть есть индивидуальные этапы, где каждый по профессии показывает свои навыки, умения. Есть командные этапы, где вся команда в целом показывает умение пользоваться средствами противопожарной обороны, так скажем. И есть этап, на котором вся команда демонстрирует навыки, умения по оказанию первой доврачебной помощи. Всего на соревнованиях было 7 этапов. И со всеми 7 этапами справились отлично? Со всеми 7 этапами справились отлично. И более того, на 4 из 7 этапов наша команда показала 100% результат из 100 возможных баллов. Ну, никто и не сомневался, наверное, в ваших данных. Следующий вопрос задам Константину Осокину. На соревнования позади вы решили, перешли на обычный график работы. Нет ли ощущения, что хочется продолжить тренировки и подготовку к соревнованиям, к следующим? Ну, ощущения пока такого нет. Сейчас мы действительно все устали. Но, я думаю, пройдет время, и снова захочется испытать эти эмоции. Эмоции за эти соревнования, особенно за соревновательный процесс, они очень яркие. То есть это и волнение, и ожидание результатов. И особенно, когда затраченные силы показывают результат, это очень приятно. И поэтому, наверное, следующее соревнование, ну, хотелось бы поучаствовать. Ну, там посмотрим. Что ж, у меня вопрос к Евгению. Расскажите о командном духе. Был ли он, присутствовал ли? Как вы поддерживали друг друга? Насколько это вам помогало? Ну, вообще, наверное, понятие командный дух тяжело описать словами. Его нужно почувствовать. По моему впечатлению, на второй день соревнований, когда команда первый раз попала на коллективный этап, это был этап по оказанию медицинской помощи, когда семь абсолютно разных людей с разным характером, темпераментом, работало как один единый целый качественный механизм, показало высочайший результат. Мы набрали больше, чем максимальное количество баллов, получили бонусные баллы. Вот тогда чувство командного духа, я думаю, команду нашу переполняло. И переполняло всех тех, кто наблюдал в этот момент за нашей командой. Будете еще участвовать в соревнованиях? Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, мы еще все молодые, у нас еще вся жизнь впереди. Если появится такая возможность, более вероятно, что да. Что соглашусь, если мне предложат. Слушайте, ну мы действительно вами гордимся. И это здорово, иметь такую команду и чувствовать рядом плечо, которое поддержит всегда. Вопрос к руководителю команды, к Алексею Золотову. Ну, легко ли было вдохновлять на подвиг? И как нужно подобрать слова к каждому? Ведь все такие разные, у каждого нужен свой подход для того, чтобы организовать командный дух. Как это происходит? На самом деле, во время соревнований, в какой-то момент я почувствовал, что управлять такой командой сложно. Но потом, по прошествию соревнований, посмотрев на это уже немножко с другой стороны, я понял, что все-таки, наверное, мне было легко. Потому что эта команда, это на самом деле команда единомышленников, которые двигались к своей цели, делали одно дело, делали это все слаженно, уверенно. То есть, это была настоящая команда. Спасибо большое. Я еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня была команда-победитель всероссийских соревнований оперативного персонала блочных ТЭС 2016 года. И назову всех поименно. Константин Осокин, Александр Макаров, Андрей Навальский, Евгений Крупа, Алексей Золотов. И три участника команды, которые стали лучшими по профессии. Александр Солопов, Павел Мешков и Виталий Рыбаков. Спасибо вам большое. За то, что посетили нас этим ранним утром.